Какие фазы мы находимся? Комплексные числа, стоящие за ними в геометрии, попытки предпринимали предложить это к физической реальности, к известным фактам как физики, как и математике. Эта фаза закончилась в 2010 году, в 2010 мы приступили к уже более энергичной и более осознанной и сторонне понятной фазе, экспериментальным проверкам своих предсказаний. Эта фаза называлась проект «Гиперболическое поле». Инвесторами этого проекта выступило 15 человек, часть из них присутствует сейчас здесь, часть по разным причинам не может сопровождать наши мероприятия, как научные, так и отчетного характера. Но это обычная жизнь, ничего страшного в этом нет. И вот во время этого периода, с 2010 по 2014 год, мы провели ряд экспериментальных проверок, которые считаем завершились успешно. Правда, результаты, которые были получены, они скорее качественного характера и говорили в пользу того, что предсказания факта наличия среди известной на физической реальности того, что мы называем гиперболическим полем, или на более обыденном языке поле времени, они действительно подтвердились. И настало время в середине прошлого года перейти к следующей стадии, а именно уже не просто к экспериментам, а к попытке создать такое устройство, которое в случае его работоспособности по предсказанным параметрам окажется уже прототипом будущих инженерных устройств. То есть так, чтобы взяться можно было за что-то, черный ящик, грубо говоря, и этот черный ящик работает с теми интересными свойствами, которые нам подсказывает теория гиперкомплексных алгебр, связанных с ними функций, связанных с ними полей, и вот выход на инженерные приложения. И вот этот этап мы решили связать с вполне конкретным устройством. Перед нами было море различных вариантов, на каждом из них можно было потратить целую жизнь и энное количество капиталов, но решили остановиться на самом простом и самом эффективном случае, если, конечно, эта ставка оправдается и оправдается положительно. Речь идет о гиперболическом аналоге такого простенького физического устройства, как оптической линзы. Оптическую линзу я забыл заплатить, но вы представляете себе, если я ее буду здесь иметь, буду иметь солнце, где-то как источник света, солнечные лучи падают на линзу и фокусируются в какой-то точке, где мы можем поставить экран и увидеть физические последствия этого явления, в результате яркого солнечного образа, то есть яркого тепна, где будет повышенная температура, будут идти химические реакции, которые будут выражаться, в частности, в дынке и почернение листика бумаги. Вот если существует гиперболическое поле, то концептуально те знания, которые мы получили, исходя из нашей теории и тех пробных экспериментов, которые имеем, говорят о том, что такую же вещь мы можем проделать и с гиперболическим полем. То есть можем создать устройство, которое будет концентрировать слабое гиперболическое поле в некой локальной области и приводить к видимым эффектам без дополнительных сложных регистрирующих приборов. Вот в чем идея. И эту идею мы последовательно пытаемся воплотить вот уже около полугода. Сначала я, может быть, повторюсь, многие из вас уже далеко не первый раз на нашем семинаре, но хочу представить картину максимально так, с разных сторон. Сама идея существования в природе того, что мы называем гиперболическим полем, вытекает из очень простой сравнительной картинки. Слева простейшие свойства числовой системы, которую мы называем алгеброй комплексных чисел, справа их, так называемый, гиперболический двойник. Это двойные числа, их на данных называют расщепленными. Разница в том, что мнимая единица в комплексных чисел в квадрате дает минус один, такой же мнимый объект в алгебре двойных чисел в квадрате дают плюс один. А связанные с тем и с другим геометрией отличаются друг от друга как геометрия эпидовой плоскости и плоскости псевдоэпидовой. То есть одна плоскость это привычный нам лист бумаги, где две оси пространственные, а другая плоскость, стоящая за алгеброй и функциями двойной переменной, это уже листик пространственно-временной, где одна ось пространственная, другая временная, вместе получает двумерное псевдоэпидовое пространственное время. И все свойства, которые мы знаем об алгебре комплексных чисел и их связи с двумерной обычной квадратой геометрией, отражаются в алгебре и функции двойной переменной, но уже применительно к двумерному пространству времени. Настолько тесная связь, настолько красивые и простые соотношения, как алгебраические, так функциональные, так геометрические. И самое главное, следующий шаг, физика. Ведь за алгеброй комплексных чисел стоит очень разнообразная, пускай и примитивная, алгебра двумерных стационарных явлений. Течение идеальной жидкости двумерные, поля потенциальные, селинодальные, будь то гравитационные или элипростатические и так далее. Физическое приложение комплексных чисел вы найдете в миллион. А попробуйте найти также в простой, доступной для школьника литературе, потому что это же излагается все в школьных учебниках, но для еще более простой алгебры и функции двойной переменной. Не найдете. Нас это в свое время очень сильно озадачило, и по крайней мере для меня это был вопрос, что называется, жизни и смерти. Докопаться до истоков, почему так? Почему алгебра и функции двойной переменной не применяются сплошь и рядок, так же, как мы знаем, применяются их аналоги на комплексной плоскости. И вот потихоньку пришло понимание, почему так происходило, и что же у нас в окружении, как в физическом, так и в инженерном, изменится, если мы повнимательнее отнесемся к цикономерностям, стоящим за двойной алгеброй, и выйдем от нее на геометрию. Вопрос о том, что вашего доклада, да? Что? Вопрос-то, что вашего доклада. Вот попытка простого аналогичного действия. Слева мы решаем для двумерной стационарной системы уравнение Лапласа. Это фундаментальное уравнение для двумерной физической системы, обладающей двумерной же спирической симметрией. То есть для некого объекта, который порождает поле, имеющее одну единственную координату. Это радиус. И если мы решаем уравнение Лапласа честно, то получаем вот такой ньютоновский потенциал. Это один к одному ньютоновский потенциал только для двумерной стационарной эвкидовой диаметрии. Он отличается от известного в трехмерном случае тем, что одного предмерения нет. Поэтому тут у нас стоит не С1 деленный на Э, а логарифт. Это все совершенно понятно. Но если мы теперь перейдем к гиперболическому аналогу уравнения Лапласа, а его аналогом является волновое уравнение или уравнение с оператором Даламбера, и потребуем такую же самую центрально-симметрическую симметрию, с тем, чтобы был некий объект, который создает вокруг себя явление, имеющее зависимость только от одного единственного параметра. От радиуса, только вместо радиуса пространственного, это радиус пространственного времена. То есть интервал. И решим честно вот это уравнение. Оно переведено в асферическую систему координат. Потребуем, чтобы исключить сингулярности на интервале равном нулю, у нас же сингулярность. И здесь тоже она, кстати, была. Только здесь эта сингулярность торчала в точке, а здесь сингулярность размазана по световому конусу. И вот этим требованием S больше нуля мы сразу убиваем сингулярность и ищем решение вне светового конуса этого выражения для интервала и получаем концептуально то же самое решение. И это должно быть потенциалом некоторого поля. Тут-то потенциально сферически-симметрично полей мы знаем миллион, подчиняющихся этому уравнению. А скажите мне, какому полю, какому физическому явлению, пускай понимаемым нами в двумерном пространственно-временном случае, соответствует это решение? Сколько я не искал в литературе или в разговорах с физиками, с математиками примеров того поля, которое бы соответствовало этому ньютоновскому двумерному на пространственно-временном потенциалу, я не получил ни одного предложения по предъявлению того физического явления, где это решение бы работало. Я считаю, это ненормально. Это такой выпиющий пробел в знаниях физика, равного которым, наверное, не было много столетий. Нельзя так относиться пренебрежительно к подобного рода фундаментальному решению, потому что раскладой за это является отсутствие в нашем физическом лексиконе целого пласта знаний, а, соответственно, и целого пласта возможностей уже для инженерных приложений. И вот чтобы доказать это, поймете дальше. Это тоже вы много раз видели. Картина для потенциального сулинензального двумерного поля с эстерической симметрией. Это решение для точечного источника. Замечательным свойством комплексных чисел является то, что это решение хорошо записывается в терминах комплексного потенциала и в терминах элементарных функций комплексной переменной. Оказывается, что такой простой элементарной функции, как логарифм, К слову сказать, сегодня мы тоже слышали о логарифмах, которые управляют Вселенной. Но это логарифм совсем школьный из комплексного анализа. И вот оказывается, что эта простенькая функция дает нам знание о всем поле, создаваемом двумерным точечным источником. Возьмем аналогичную функцию для двойной переменной. Тоже рассмотрим такой гиперкомплексный потенциал. Ту же самую функцию, только уже не от комплексной переменной Z, а от двойной переменной A. Возьмем вещественный множитель перед ней и получим тоже некую полевую структуру. Это поле будет заведомо потенциальным и серминидальным, только с приставками гиперболическими. Ясно, что окружности, которые были здесь привычные, и в видовой, здесь эти окружности это гиперболы. И, соответственно, радиальные направления здесь также останутся, но это уже будут пространства временные, это идеальные направления. Важно, что у нас появилось некое поле, которое мы знаем в каждой точке уже от этого двумерного пространства времени. И этим полем управляет вот эта вот простенькая функция. Сразу же можно сказать, что все возьмем другую элементарную функцию двойной переменной и получим другую картину полевую, пространственно-временную. Так же, как было на комплексной плоскости. На комплексной плоскости все это привычно. Этих картинок вы увидите в учебниках специальных по комфортным отображениям плоскости миллион, а вот этих картинок вы не увидите, опять же, нигде, так же, как и решений, которые были на предыдущем слайде. Совершенно непорядок. Это поле, на мой взгляд, должно существовать, хотя бы потому, что это гиперболический дубликат вот этой вот комплексной структуры. И вот именно такое поле, в частном случае, которое представляет нам функция логарифма двойных чисел, мы называем гиперболическим и поставили перед собой задачу доказать, что оно вокруг нас есть, и это поле не что иное, как поле времени. Мы в нем живем, в нем рождаемся и умираем, а оказывается, сколь-нибудь подробно-то, и не знаю. Пример того, что можно получить знание из чистой теории, следующий. Как только мы меняем множитель на мнимой, на комплексной плоскости, поле точечного источника превращалось в поле точечного вихря. Мгновенно менялись местами линии экупотенциальные, линии тока друг с другом. Но, проделав это на плоскости двойной переменной, то есть двумерного пространства времени, мы также получаем уже в связи с логарифмом от двойного числа, но уже с мнимым множителем, такое же, уже вращающее, только в гиперболическом смысле поле, и можно сказать так, что точно так же, как на комплексной плоскости существовали источники и вихри, точно так же должны существовать источники и вихри на плоскости пространства временной. Ну и так далее. В частности, вихри-источники. Если у нас множитель перед логарифмом был комплексным, на комплексной плоскости мы получали в одном лице вихрь и источник, и вместе это называлось вихри-источник, так же и на плоскости уже двойной переменной, то есть двумерном пространстве времени, должны существовать вихри-источники, только уже гиперболические. И это уже пример достаточно материальной гиперболического двумерного поля. Что у нас было плохого в алгебре в комплексных числа? А именно то, что, оказывается, существует фундаментальное запрещение перехода от двумерных алгебр и их соответствия к двумерной геометрии к трех- и четырехмерным алгебрам и геометриям. Известная проблема, которую решал сэр Гамильтон, пытаясь построить алгебру триплетов, и она у него не получалась на протяжении почти десятка лет, и он элегантно обошел возникавшие тогда трудности, перешагнув через одно измерение, построив четырехкомпонентную алгебру кватернеонов, которая сейчас иногда называется его именем, и доказал, что этой алгебре соответствует уже диаметре четырехмерного и гипридового пространства, и эта алгебра принципиально не коммутативна, то есть то, чего не было в алгебре комплексных чисел. Но хуже не только это, что алгебра стала с непривычными свойствами, которых не было на комплексной плоскости. Гораздо хуже тот математический факт, что за геометрией четырехмерного и гипридового пространства и за алгеброй четырехкомпонентов кватернеонов Гамильтона не стоят группы симметрий разнообразные, а именно группы комфортных преобразований, которые хорошо работали в случае двумерной и гипридовой плоскости. Ведь именно тот факт, что у двумерной и гипридовой плоскости группа комфортных преобразований бесконечно параметрическая, и каждому этому преобразованию соответствует конкретная аналитическая функция комплексной переменной и заставляла все это хорошо работать в физике. А вот этого нет в случае квадронионов и четырехмерного спидового пространства. Ну нет, просто потому что группа симметрии здесь не бесконечно параметрическая, а 15-параметрическая. И чего вы здесь не делаете, никто и никогда не построит содержательную теорию функции комплексной переменной только из-за того, что здесь нет комфортных преобразований. Достаточно для того, чтобы поставить им соответствующее по размерности равную бесконечность множество функций. А вот у двойных чисел эта судьба распорядилась, на мой взгляд, просто изумительно. Нет этого ограничения, нет той теоремы, которая приводит к необходимости отказаться от коммутативности и потерять множество бесконечно параметрических комфортных преобразований аналитических функций. Двойные числа расширяются и на множество трехкомпонентное, и на четырехкомпонентное. И, соответственно, геометрия, которая будет соответствовать трех-четырехкомпонентным коммутативно-ассоциативным алгебрам, являющимся расширениями алгебры двойных чисел, будут содержать бесконечно параметрические множество комфортных преобразований. Комфортные преобразования — это нелинейные симметрии. А теперь вспомним то, что практически всегда признают все физики. Возьмите хорошего физика, который оставил после себя хороший учебник или монографию, и найдите раздел, где он размышляет о фундаментальных свойствах нашего мира. Мало кто из них откажется от того, что в основе нашего физического мира лежат симметрии. И принцип, который гласит, что согласно этим симметриям, что-то если вытекает, то, если вы не наврали в выводах, то, что вытекло из симметрии, должно обязательно существовать. А получается так, что вот мир математический, наполненный симметриями, самыми разнообразными, самыми красивыми, причем не только комфортными он наполнен, там есть еще такие выкрутации в связи с тем, что геометрия, стоящая за этими гиперкомплексными числами, уже не Евклидова, не Псевдоевклидова, а Кинцлерова, что разбираться-разбираться ни одного поколения математиков. И так вот, вопрос о том, что же стоит за симметриями непрерывными и линейными вот этих алгебр и соответствующих им геометриям, почему-то принимается как мотив для изучения вместе с нами. Скорее наоборот, идет при любой попытке выйти на контакт, отторжение или же закрываются глаза, закрываются уши и нет восприятия. А что из этого может получиться, давайте смотреть дальше. Чтобы предложить тот аппарат математический, который бы нам позволил адекватно разобраться в тех конструкциях, которые вытекают уже за алгебрами тройных и четверных чисел и соответствующих им геометриями, нужно чуть-чуть расширить аппарат скалярного произведения. Кстати, он изобретен тем же Гамильтоном. Параллельно с изобретением отторвенов он увидел, что такое понятие, как скалярное произведение, очень даже хорошо работает и без алгебры само по себе. Хотя Гамильтон, конечно же, не видел разрыва между тем и другим. Это после него уже гипсы-хэвисайд оторвали алгебру патронеонов от скалярного произведения, взяли только скалярное произведение и понеслась. Мы с вами сейчас знаем физику на основе именно скалярного произведения. То, что мы говорим метрикой, это и есть это скалярное произведение. А вот алгебра потерялась именно на этом шаге. Извините, этот шаг был совершен 150 с лишним лет назад. То, что мы предлагаем, по сути дела, вернуться в некоторых моментах на эти 150 лет назад, с почтением отнестись к прародителю этого скалярного произведения, то есть к алгебре кватронеонов, или самим попыткам найти алгебру триплетов, а потом квадречисел, и построить иной вариант обобщения скалярного произведения, который уже вытекает из рассмотрения геометрии и алгебр, с сохранением свойств коммутативности, в частности, геометрии четверных чисел. Мы будем работать уже не со скалярным произведением, а со скалярным полипроизведением не двух, а n векторов. И скалярное произведение n раз одного и того же вектора будет нам давать n-ную степень его модуля. Соответствующая геометрия является частным случаем финсеровых геометрий, которые как раз на такой аксиматической основе и строятся. Нас все финсеровые геометрии не волнуют, нас полнуют только те, которые вытекают из алгебры геометрии двойных чисел. А они приводят к следующему замечательному моменту. Если, помните, вот я говорил, что мы на одной страничке решали уравнение Лапласа и уравнение Доламбера для двумерных случаев. И получили потенциал рейтоновских видеологарифм и там и там. Если мы, переходя к четырехмерному пространству, стоящему за алгеброй четверных чисел, решим аналогичное уравнение, вот оно, это тоже волновое уравнение, только для четырехмерного финсерового пространства с метрикой Берли-Демора. Потребуем, чтобы интервал был больше нуля. И отыщется, может быть, не очень легко, но очень элегантное и красивое решение. У нас вот решение для двойных чисел было так, с первым логарифмом, ну вот, третья размерность добавляет квадрат логарифма, и размерность равной четверки куб логарифма. Это аналог мельтоновского потенциала, но для четырехмерного финсерового пространства времени с метрикой Берли-Демора. Когда мы получили этот потенциал, нам было понятно, что мы вышли именно на основу физики, являющейся продолжением физики мельтона, мельтоновского потенциала, но для финсерового пространства времени. Там и самим-то было, в общем-то, очень многое непонятно, и с какого стороны подбираться к анализу этого решения, и какие следствия из этого будут следовать, ну, нам было достаточно сложно со всем этим работать и идти дальше. Поэтому мы решили сделать временное тактическое отступление, забыть на несколько лет о финсеровой геометрии, и перейти к хорошо известным всем физикам четырехмерной геометрии псевдертидового пространства времени с метрикой знаменитого математика Менковского. Записать уже вместо финсерового интервала с метрикой Берли-Демора обычный квадратичный интервал пространства времени Менковского, записать обычное четырехмерное волновое уравнение, потребовать интервал больше нуля, это опечатка, и получить решение. Решение тривиальнейшее. Ну, потому что уравнение получается, если перейти в систему координат, связанных с интервалом, а только от интервала что-то и зависит, и требуем сферическую симметрию, это просто дифференциальное уравнение второго порядка от одной неизвестной переменной. И решение следующее. Это уже прямой аналог ньютонного потенциала, только не в трехмерном стационарном пространственном случае, а в четырехмерном пространственно-временном случае. И вот задаться вопросом, а что же мы получили, какое физическое явление описывает данное решение, и почему оно не встречается сплошь и рядом в учебниках физики, как простейший пример, как аналог ньютонного потенциала, нам и хочется в первую очередь разобраться. принято на время, что это не случайный плюс математический, а это действительно некий, может быть, нечаянный пробел в внимании физиков на фундаментальное решение, ведь уравнение-то фундаментальное, решение простейшее, значит, тоже фундаментальное, но на фундаментальном, назвать его с полным основанием, мы не имеем права, потому что это название, этот термин уже занят для аналога этого решения. Чем этот аналог отличается от нашего? А тем, что классическое, так как это расписано в учебниках, фундаментальное решение волнового уравнения ищется без требования сферической симметрии. Оно ищется, исходя из прямой, механической аналогии решения уравнения Лапласа. Уравнение Лапласа, когда решается, ищется функция Грина или фундаментальное решение, берется точка и мгновенное там локальное возмущение. Так и здесь, для фундаментального решения волнового уравнения берется точка, но уже пространство времени, предполагает, что там есть мгновенное локальное пространство времени возмущения и ищется решение, которое называется фундаментальным решением волнового уравнения. Оно расписано действительно во всех учебниках и его пытаются представлять нам как самое главное фундаментальное решение известной физики. Я наберусь наглости говорить о том, что именно вот это решение, которое более простое, которое более очевидное и не требует никаких специальных функций, типа обобщенных функций для своего получения, является фундаментальным. Ну, чтобы не спорить о приоритетах терминов, пускай это будет не классическое фундаментальное решение волнового уравнения, асферически симметричное фундаментальное решение или гиперболическое фундаментальное решение. Любая приставка годится. Главное, чтобы не выпросить с грязной водой ребенка. Это решение столь же фундаментально, как и то, которое известно в качестве фундаментального в энциклопедиях. Вот когда мы с Сергеем Кокаревым пришли к идее временно отказаться от Финстеровой геометрии и сосредоточить свое внимание на геометрии Менковского, я попытался проверить, насколько наш прием работает для поиска общего языка и контактов, взаимопонимания с хорошими физиками нашей современности. И, пользуясь тем фактом, что у меня были очень хорошие дружеские и теплые отношения с академиком Кадышевским, я много раз к нему ездил до этого, пытался найти общий язык через Финстеровой геометрии и другие вещи. И поехал в этот раз в надежде, что мы специально для вас забыли о финстеризме, черт с ними, с этими скалярными полипроизведениями, алгебрами, мы перешли на ваш язык, сделали вид, что работаем для четырехмерного квадратичного пространства времени Менковского. И вот посмотрите на это решение и те поля, которые за этим решением стоят. Разговорились, отношения были двойственные. С одной стороны, неприятия, как часто это бывает, когда ты сейчас говоришь, не было, но и понимания, к сожалению, тоже. Но был момент, когда Кадышевский встрепенулся и сказал, «О, а вот это надо попробовать». Этот момент был, когда я в цепочке размышлений дошел до возможности предсказать целесообразность и принципиальная возможность фокусировать гиперболическое поле и создать нечто вроде гиперболического аналога линза. А это мне распишите, пожалуйста, в виде некой специальной записки. Может быть, я вам помогу с проведением эксперимента, с финансированием и с введением ваших идей в некий научный обиход. Вместе с Покорем написали специальную записку. Она сейчас выросла в статью, которая опубликована в 21 номере. Те, кто приобрел этот номер, могут ее почитать. Кто-то не приобрел, этот номер скоро выйдет с исправлением ошибок и сможете прочитать в интернете или на бумаге. Так вот, эту записку я уже представил в самом начальном виде. вниманию Владимира Георгиевича. И, к сожалению, получил тоже достаточно холодную реакцию. То, что мы ожидали, что у нас откроются возможности использовать экспериментальную базу Института ядерных исследований, не произошло. Объяснить, с чем это связано, мне трудно. Наверное, с одной стороны, возраст, с другой стороны, вот, к сожалению, академика Кадышевского с нами уже нет. Он 24 сентября скончался. Я с ним, как раз о гиперболической линзе, говорил буквально накануне, где-то числа 8 сентября. Правда, потом, когда уже я уехал, раздался звонок. Он позвонил, сказал, чтобы я не воспринимал его прохладное отношение к самой идее, которая расписана в записке. Он всем сердцем желает нам и удачи, и чтобы все это продвигалось. И по любому вопросу я к нему снова обращался. Хотя и это тоже, конечно, согревает душу, когда тебя, по крайней мере, не пенками, а немножко и поощряет. Но я ожидал все-таки несколько большего. Хотя, конечно, чрезвычайно жалко, что его нет. Мне было бы интересно держать его в курсе тех результатов, которые мы продвигаем. Но жизнь идет, и идет она в следующем направлении. Не получив возможности, даже при таких благоприятных частных выходах, как через Кадышевского, подобраться к госресурсам, спасения утопающих, как вы знаете, делал рук самих у утопающих. И я обратился к обычным частным уже лицам, предпринимателям, к известным мне бизнесменам, с предложением о том, что раз не удается урвать какие-то материальные ценности, оборудование, финансы у государства, ну, здесь-то вы гораздо мобильнее, чем государство, и требуется не так уж и много. Общий бюджет, который достаточно обоснованным мы прикинули, нам потребуется для проведения вот этих работ по гиперболической линзе, мы оценивали в 10 миллионов рублей, и было сказано, вот на этом собрании, оно состоялось 18 октября прошлого года, в стенах Бауновского университета, в зале ученого совета, и среди присутствующих бизнесменов, их было человек 20, нашлось двое, которые уже сделали фактические взносы для исследований, и, скажу честно, если бы этого не произошло, то мы бы находились в положении, в том, которое вот летом было, то есть в самом-самом начале. А сейчас, благодаря этим взносам, работы ведутся уже не один месяц, и мы почти вплотную приблизились к тому, чтобы поставить тот самый опыт, который скажет нам, реально или нет, получить инженерный прикладной эффект от того, что мы называем гиперболическим полем, или нет. Пытаясь найти и для себя, и для внешнего научного мира ответ на вопрос, почему так трудно удается найти взаимопонимание даже вот с такими хорошо эрудированными, образованными физиками, как Владимир Кадышевский, я прихожу к выводу, что мы нечаянно для себя, потому что никто об этом не думал, напоролись на необходимость пересмотреть в сторону более глубокого изучения, более глубокого внимания вопрос отношения к самым фундаментальным понятиям той физики, которой занимаемся. И нечаянно, опять же, такие вещи осознанно, только сумасшедше пойдет мы, как нам кажется, пересмотрели такое фундаментальное понятие, которое идет еще от Ньютона, как материальная точка. Материальная точка, которая Ньютоном определена как тело, размерами которого в рамках рассматриваемой задачи можно пренебречь, у нас заменяется на другой, уже не пространственный локализованный объект, а пространственно-временной. Мы говорим о аналоге материальной точки и называем это материальным событием. И понимаем под материальным событием уже не пространственную область, размерами которой можно пренебречь, с наполнением материальным, а пространственно-временную область с материальным наполнением уже пространственно-временными интервалами, которые в рамках рассматриваемой задачи можно пренебречь. то есть мы перешли от маленьких шариков частиц элементарных маленьким все в депридовом четырехмерных шарик и не радиус них а интервал и вот если этот маленький шарик пространство временной наполнен неким материальным содержанием случае теряны . это была масса а здесь нечто другое называем это гиперболический то перед нами четырехмерный аналог четырехмерная обобщение материальной точки которая мы кладем в основу новой физики и с этим казалось бы очень таким невзрачным простейшим расширение мы выходим совершенно другую область мы отложили в сторону всю современную физику которая здесь на двух китах а именно на теории гравитации элементарных частиц то есть общая теория относительности и квантовая механика элементарных частиц вместе они составляют все современные здания занимающиеся материальными точками элементарными частицами мы предлагаем ничего не вычеркивать ни о чем не забывать все достижения остаются на месте но параллельно как параллельно с и ликвидной плоскостью существовала гиперболическая после двойной перемены есть физика элементарных событий взаимодействие элементарных событий потенциалы полей создаваемых элементарными событиями взаимодействие пар троек миллиона элементарных событий и все это в рамках той классической физики которую мы знаем как физика ньютона со всеми ее расширениями уже на физику инштейна и квантовую механику все должно быть в той же последовательности сначала аналог классической физики но уже не элементарных частиц материальных точек а элементарных событий и материальных событий ну а дальше их квантово-механические аналоги а аналог автоматически потому что метрика в данном случае как нет рекоментовской у нас зашит в самом начале при построении вот этого самого шарика псевдоэклидова но и материальное наполнение случае классической физики это было масса или герметационный заряд мы привносим физику новое фундаментальное понятие гиперболический заряд а берется он от тех же самых простейших вещей вот она масса в случае решения задач связанных с поравнением лапанцев у нас гиперболический заряд гиперболический аналог это множитель перед источником или вихрем рассмотрим более подробно то гиперболическое фундаментальное решение которое серьезно отличается от классического фундаментального решения или потенциал аналог ньютоновского потенциала для нашего сферически симметричного элементарного источника это решение приводит нас к возможности построить из скалярного поля векторное то есть она вот силового взаимодействия только уже для пространства времени это взаимодействие не может быть силовым хотя является вектором и это конструкция это векторное поле можно получить также как и в классике как градиент от потенциала мы получаем вот такую конструкцию и говорим о том что это поле радиальная только уже у нас источником его является не . как классики было а весь световой конус световой конус это и есть гиперболическая точка сфера нулевого радиуса и она является источником а слова и линия как говорит вот эта формула направлены по радиусу и убывают если взять по модулю обратно пропорционально 3 степени пространственно-временного расстояния то есть интервал физики ньютона обычные славы и поля бывают обратно пропорционально квадрату расстояние потому что площадь увеличивается пропорционально квадрату расстояние а в четырехмерной ситуации когда у нас четырехмерный пространство именно в нем мы живем взаимодействие которым называем гиперболическим должно бывать элементарного точечного физически микроскопического источника обратно пропорционально кубу интервал ни одного эксперимента типа к вендише мы не поставили никаких знаний о взаимодействии планет лун наблюдение за ними нет а знание оля ньютоновская уже есть мы знаем аналог закона ньютона всемирного закона притяжения только это уже не притяжение всем это закон взаимодействия элементарных событий и это уже не те самые материальные события которые были введены нами в дополнение к понятию введенным ньютоном под названием материальная точка и вот за эту формулу можно ручаться головой делать любые ставки что именно она будет оправдана из тех экспериментов поверочных дополнительных или счет какие бы то ни было потому что она проста и вытекает из фундаментальных соображений и так вот это у нас есть уже заведено полями которые мы знаем как ньютоновские управляемый ньютоновым потенциалом следующее тут был источником . материальное тело и по мере расширения радиуса удаление от этого объекта случае трехмерного пространства силу бывало обратно пропорционально квадрату расстояние симметрии была сферическая нам более понятно тут требуется воображение есть четвертая ось временная соответственно убывание идет из-за четырехмерности пространства времени обратно пропорционально кубу а силовые линии уже направлены и так привычно симметрично в эклидном смысле а по симметрии псевдоэвклидового пространства времени у нас есть в качестве сфер не эвклидового сферы а вот эти вот гиперболоиды отражающие симметрии псевдоэвклидового пространства времени а так в общем то это одно и то же и вот этот объект с нашим решением это маски такой же по фундаментальности как ньютоновый потенциал только еще лучше потому что время в него включено автоматически слайд говорящий о том где мы находимся по отношению к известному фундаментальному решению волнового уравнения вот та физика которая построена что называется до нас и получены функции грина для волнового уравнения в разных по размерности случаев для двумерного трехмерного и четырехмерного это есть во всех энциклопедиях во всех хороших учебниках физики и мы не говорим что это решение неверно получено совершенно строго в правой части стоит дельта функция от четырех пространство временных координат за одним но это воздействие примененное получение этого решения сделано в точке и . не обладает полный сферическое пространство временной симметрии поэтому решение формально точное а к сферической сметрии она не имеет никакого отношения когда мы решали уравнение лапласа для разных по размерности случае двумерного трехмерного четырехмерного мы требовали сферическую симметрию и соответственно получали решение логарифма в двумерном случае константы на r в трехмерном вот этот потенциал ньютона и если бы мы жили в четырехмерном в преданном случае то ньютоновский потенциал был бы обратно пропорционален квадрату четырехмерного расстояния мы решаем уравнение волновое для сферически и симметричного случае не в точке воздействия а по световому конусу и получаем решения в двумерном случае один когда мы сагу мертвым конечно сравнение вопроса в трехмерном случае один-код 일단 лу nú как органа уровне вопросы 9 4 тысяч про helt верным случае мы получили обратную зависимости от квадрата интервала так же мы вы имели уравнение вопрос ты хочу обратно по занами квадрата чертвитово расстояние и вот это решение фундаментальней чем то вокруг которого мы построили в итоге inquisit ее леутон ускую физику и все физику элементарных частиц как классическую так и квантовую механику. Интересно заниматься этим? Мне очень интересно. Почему это неинтересно остальным физикам? Ответ только один. Слишком необычно понятие материального события по отношению к тому, к чему все привыкли. Понятие материальной точки и элементарной частицы. Вот этим не заниматься. Ну и, соответственно, идя дальше, можно сразу же говорить о том, что для случая уже взаимодействия событий, опирающихся на гиперболическое фундаментальное решение, можно заведом, опять же, для всякого опыта, вводить понятие аналогичное хорошо известно. Аналог энергии взаимодействия материальных точек сразу же легко вырисовывается для случая аналогичной величины, характеризующей некую составляющую, которую можно назвать гиперболической энергией взаимодействия материальных событий. Ну или другое название я могу предложить стаймергия, энергия времени. Потому что, говоря о взаимодействии событий, мы уже говорим о неких составляющих характеристиках самого поля времени. И вот эта потенциальная таймергия зависит от произведения двух гиперболических зарядов и обратно профессионально квадрату интервалов, между парой взаимодействующих материальных событий. И чему это ведет? Это, в конце концов, приводило нас к фундаментальности понятия закона сохранения энергии. То, что идет от Ломоносова с Луазьи и до наших дней. Случаев, когда бы нарушался закон сохранения энергии, ну, как бы современная физика не видит, по крайней мере. Но, как только мы переходим с вами в разряд взаимодействия событий, у нас уже нет почвы для пользования законом сохранения энергии. Не то, чтобы он не становится неверным. Он работает всегда, но только в рамках тех условий, для которых работает. А именно, в частности, тогда, когда время трансляционно-инвариантно. Это одна из составляющих работоспособности закона сохранения энергии. Если время неоднородно, вы не имеете права применить закон сохранения энергии. Но вот этот закон, он и дифферентен по отношению к неоднородности времени. Более того, он как раз для поля времени и выписывается. И это говорит о том, что мы можем обойти запрет на нарушение закона сохранения энергии, отложив его временно в долгий ящик. И вместо него можем поставить вопрос о формулировке обобщенного закона сохранения. Только уже не энергии, а гиперболической энергии. И вот этот закон более фундаментальный. Вот за него я поручусь, что его нужно искать в таких вещах, как общая теория относительности, где, как известно, глобально закон сохранения энергии уже не работает. Они работают потому, что однородности времени уже нет. А этот будет работать. И, соответственно, все встанет на свои места с законными сохранениями и в АТО, и в других случаях, где эти законы сохранения энергии не применялись или были трудноприменимы. И также в отношении обобщения понятия силы взаимодействия. Это обычная Ньютоновая сила, закон всемирного гравитационного взаимодействия. А это гиперболический аналог силы. И поле, которое описывается вот такой формулой, аналог формулы Ньютона, описывает нам уже не взаимодействие силовое между силами, а взаимодействие несиловой природы между событиями. И этот закон, он такой же фундаментальный, как и закон Ньютона, только это уже закон всемирного взаимодействия событий. И вот в предыдущем докладе шла речь о том, что автор понимал, что все взаимодействует со всем в виде тел. А в данном случае мы должны понять, что все взаимодействует со всем в виде событий. Тела — это частные случаи событий. Просто множество событий выстроилось в цепочку. Вот у вас мировая линия частиц. Но события не обязаны быть в виде частиц. То есть материя не заканчивается на частицах. Материя просто проявляет себя наиболее просто в элементарных частицах. Но материя сосредоточена и в материальных событиях. И неучет этой материи, в конце концов, и приводит к тому, что у нас появляются такие казусы, как невыловимая темная материя и невыловимая темная энергия. Здесь нужно искать ответ на происхождение этих невыловимых темных сущностей. И никакой темноты не будет. И вот, чтобы показать, что темная материя не существует, я хочу сделать простой математический расчет. Стартуем от того потенциала, который получается из классического фундаментального решения волнового уравнения. И рассмотрим две параллельных мировых линии в четырехмерном пространстве времени Менковского, где в каждой точке с равномерной плотности сидят вот те самые возмущения, которые формируют функцию Грина для фундаментального решения волнового уравнения. Мы получим просто две материальные частицы с параллельными мировыми линиями, то есть во времени они стационарны. И интегрирование фундаментального решения вдоль двух этих линий нас приводит один в один к энергии взаимодействия двух материальных частиц с гравитационными зарядами Q1, Q2 и деленные на расстояние между ними. Поскольку от времени очень дарится, это расстояние тоже стационарно, вот вам энергия взаимодействия двух материальных тел, где в основе лежат фундаментальные решения по классике. Мы-то получили другое фундаментальное решение, гиперболическое, не связанное уже с теми фундаментальными решениями, которые были известны до нас, а с другим. Давайте проделаем такой же расчет в нашем случае. У нас потенциал обратно пропорционален квадрату интервала. Также возьмем две мировых линии, напихаем вдоль этих линий с равномерной плотностью вот этих гиперболических зарядов, проинтегрируем и получим аналог энергии взаимодействия элементарных частиц. И он, ясное дело, будет отличаться от того классического. И мы получаем первую часть, совпадающую один к одному с классическим решением, то есть обычная классическая энергия взаимодействия двух стационарных взаимодействующих материальных точек. А вторая часть, отличная от этого классического ньютонового решения, имеющая связь с логарифмом от расстояния. При этом вот эти P1, P2 связаны с Q вполне конкретным соотношением, где входят константы и ционом t, космологические константы, одна из них отражает свойства, связанные со скоростью света, а другая с временем существования вот этих мировых линий, то есть с временем жизни Вселенной. И если худо-бедно напрячься и подставить вот эти ε, из тех величин, которые мы имеем знать из эксперимента, то окажется, что величина, на которой вот эта сумма отличается от того, что мы знаем под потенциалом ньютона, порядка 10-14 метров. То есть мы предложили новое фундаментальное решение волнового уравнения, которое дает отличие в взаимодействии классических элементарных частиц только на расстоянии космологического уровня. То есть 10-14 метров это примерно как от земли до ближайшей звездной системы, порядка 3-4 световых лет. И до расстояния этих мы можем смело пользоваться классическим ньютоновым решением, но если хотим понимать, что же творится с взаимодействием материальных точек на расстоянии больших, мы должны учитывать этот алгоритмический добавок. А он уже уводит нас от этой вот гиперболической тривой и дает существенный логарифмический добавок. И что мы видим на таких огромных космологических расстояниях, которые проявляются наиболее красиво и явно на масштабах галактических? Мы, учитывая этот логарифм, имеем отличие от классической ньютоновой картины, которая давала бы нам распределение скоростей окружных звезд в галактиках по ньютону, стремящиеся к нулю, выход на константу в случае, если учитываем логарифм. А теперь помним, что мы имеем в наблюдениях. В наблюдениях классических спиральных галактик мы имеем вот именно эту картину. Только не видя причин вводить логарифмический добавок потенциалу ньютона, физики делают другую добавку в виде темной материи. Какую могут искать долго, и уверен, ее нет. Есть более адекватное решение, фундаментального волнового решения, с приставкой гиперболическая. Так вот получилось, что, в общем-то, занимаясь совсем другими вопросами, параллельно в виде некого побочного продукта, мы получили доказательства отсутствия причин для введения темной материи в рамках, по крайней мере, галактических масштабов, необходимости учитывать добавки к бетонному потенциалу, которые вытекают из математики. Математику не обманешь. Покажите мне, где мы наврали в получении того гиперболического фундаментального решения, но я признаюсь, что мы действительно неправы. В вещах мы хотели говорить с Роджером Бенроузом во время его приезда к нам в Москву, но, правда, на примерах двойных чисел, как наиболее простых. Что-то он понял, что-то нет. По крайней мере, его комментарии были такие, что математика, представленная ему в докладе Сергея Кокарева о двойных числах и физики, стоящие за этой простенькой другомерной пространственно-временной системой, близкящие, а вот физические приложения, то есть приложение к этому самому пространственно-временному гиперболическому полю, гиперболическим зарядам, к необходимости отказаться от темной материи, это не очень. Он не увидел физических оснований для этого самого главного, что мы хотели ему сказать. То есть получается так, вы правильно все делаете в плане математики, а вот с выводами на физику вы, ребята, дорогие, торопитесь, и давайте подождите еще сто лет, это сделают без вас и когда-нибудь потом. Ну, на мой взгляд, приятно, конечно, слышать похвалу хотя бы даже в половине доклада, но очень обидно, что даже такой эрудированный и замечательный физик не увидел физической подноготной под теми построениями, которые ему были представлены в виде математической. Ну да ладно. Вернусь на пару слов об экспериментах, которые были проведены с 2010 по 2014 год. Эксперименты простые, проводились здесь, на базе, в лесном озере. Вышка до сих пор стоит, можно ее использовать как музейный экспонат, если раньше на металлолом не сгадут. Идея простая. Если действительно события материальные имеют место быть, то в качестве модельной ситуации, когда создается макрособытие, которое будет взаимодействовать гиперболическим образом с остальными событиями, можно выбрать любой процесс, где происходит мгновенная трансформация энергии из одного вида в другой, и тогда в момент такого макрособытия другие события это обязаны почувствовать. В качестве детектора событий этого гиперболического поля в момент удара болванки о землях, мы ее выбрали в качестве материального события, в качестве детектора мы брали пару часов, расположенных рядом с точкой удара и далеко от точки удара, примерно на той же глубине, в другой яме. И результатом этих экспериментов, намного качественных, которые, напомню, были профинансированы тоже частным сообществом, вот те самые 15 инвесторов, которые в сумме вложили 15 миллионов рублей на эти исследования, это тоже Бауманский институт, только в 2010 год, мы и провели эти исследования, благодаря этому 4 года работа велась. Это вот сама вышка здесь рядышком. И результат. В более чем 800 опытов, обработанных по методике, которая берет свое начало с работ Симона Ильича Шноли, и Виктор Панчелюга, блестящий, справился с задачей обработки этих данных, уже применяя свою оригинальную методику, было получено, что детекторы, находящиеся в непосредственной близости с событием удара, показывают более мощный всплеск отклонений от равномерного хода часов, то есть, в акцию у генератора. Детектор, который справился дальше, по понятным причинам, из-за большего удаления, из-за ослабления воздействия, показывал более слабую амплитуду. Но факт, что всегда при всех бросках это воздействие было. И что бы ни говорили наши оппоненты, скептики, что мы регистрировали воздействие не гиперболического поля, а механических колебаний Земли, воздушной волны звуковой или электромагнитного импульса, это все не в танце. Мы заранее защищались от воздействия привычного обычного и утверждаем, что мы все корректно сделали в отношении появления возможности срегистрировать именно воздействие гиперболического поля, создаваемого событием удара. И другой комплекс экспериментов, проводимых в рамках тех же попыток доказать существование гиперболического поля, мы показали, в данном случае я говорю о Викторе Фландчилюге и его коллегах, было показано, что спектр собственных колебаний поверхности Земли, а Земля это мощный механический колебательный контур. И здесь уже не баланка в 300 кг падает с высоты 10 метров, здесь уже массы миллиарды тонн. Колеблется, пускай, с более большими периодами, но из-за огромных масс генератор гиперболического поля в виде Земли, дрожащей, намного более мощный, чем наш доморощенный способ бросать болванку и возбуждать слабенький импульс гиперболического поля. И вот если действительно верна гипотеза о гиперболическом поле, создаваемом в момент этих механических деформаций больших масс, то это поле должно воздействовать на все окружающее. И вот в качестве одного из примеров этого окружающего был взят радиоактивный альфа-распад. И было показано, что все характерные периоды в собственных пульсациях Земли отражаются в спектре колебаний скорости радиоактивного альфа-распада. Иного переносчика этого взаимодействия от механических колебаний Земли на, по сути дела, атомные часы я не вижу. И есть предложение о возможной проверке. Если мы эту радиоактивную частицу, для которой мерился этот спектр, как перенесем на поверхность Луны или Марса, или поближе к Солнцу, мы увидим уже не этот спектр и не этот, а другой, который будет соответствовать механическим колебаниям этого нового небесного тела. Легко достаточно провести такую проверку на Луну. Летают достаточно часто аппараты на Марс тоже иногда. И, наконец, перехожу к самому главному, к идее гиперболической линзы и возможности ее создания. Идея создания такой линзы опирается на наблюдение о аналогии. Возьмем закон Снериуса для луча, преломленного на границе раздела двух оптически прозрачных средств с разными коэффициентами оптической плотности. Получаем то, что известно под законом геометрической оптики, закон Снериуса. Мы не проводили опытов, которые имел у себя в загашнике Снериус, чтобы вывести этот закон. У нас есть больше. У нас есть теория и аналогия. И наша теория и аналогия говорят о том, что существует закон гиперболического преломления или преломления гиперболического поля на границе раздела двух пространственно-временных средств, разделенных трехмерной границей. Если у этих средств разные коэффициенты гиперболической плотности, то вот вам закон преломления. Ни одного луча гиперболического мы не видели. А в законе я готов расписаться под любыми страхами, под любыми рисками. И вот что следует из этого закона, если он действительно верен. А то же, что и из закона оптики, обычной геометрической. Закон Снериуса приводил к возможности предсказать поведение плоскопараллельного поля, в частности электромагнитного падающего, на линзу оптическую, имеющую ограненные по сфере поверхности. И в каждой точке такого падения обычного электромагнитного луча выполняется локально. Закон Снериуса, лучи преломляются, и если эти поверхности сферические в акридовом смысле, линза оптически тонкая, то все параллельные лучи сойдут с одной точки. Мы знаем, что это выполняется на примере той же оптической линзы. Если здесь светит яркое солнышко, линза достаточно большая, а здесь вы поставили экран, то на экране образуется яркое солнечное образ пятно, где будут идти химические реакции за повышенные температуры, которые, в свою очередь, являются следствием высокой напряженности электромагнитного поля, поскольку вся энергия вот с этой площадки собралась уже в площадочке маленькой. Вот вам принцип действия обычной оптической линзы. А теперь вспоминаем гиперболический закон преломления. И если есть аналог Солнца в виде мощного события, испускающего гиперболическое поле, поле в пространстве времени, на больших интервалах это поле, можно считать, станет плоско-параллельным. На пути его, если поставить уже пространственно-временную область, а не пространственную, заполненную в область события, то есть создать гиперболическую линзу. И если тогда коэффициент гиперболической плотности здесь будет отличаться от гиперболической плотности в вакууме, то, предсказанным нами законом гиперболического преломления, все лучи гиперболического поля сойдутся не в точке, а на одном световом конусе. То есть будет наблюдаться эффект фокусировки. И тогда, если вы здесь поставите экран, на этом экране соберется в локальной пространственно-временной области вся та энергия, которая была испущена этим мощным событием, упала на поверхность гиперболической линзи и будет сосредоточена локально здесь. Если это событие мощное, то и здесь будет мощный его образ. А поскольку в качестве такого гиперболического аналога Солнца можно взять взрыв сверхновый, очень даже ничего себе по мощности события, или вообще допустить, что было такое мощное событие, как большой взрыв, тогда и здесь мы увидим либо образ сверхновый, в миниатюре, конечно, или образ большого взрыва. Вот именно такую задачу посмотреть в экспериментальном наблюдении за возможности собрать в одну пространственно-временную гиперболическую точку, то есть на одном световом конусе, энергию от большого взрыва или от взрыва сверхновой мы перед собой и поставили и пытаемся ее решать. Как могла бы выглядеть процедура создания гиперболической линзы сейчас, когда мы еще не имеем ни одного такого серьезного намека в руках? Вот картинка, изображающая большой взрыв. Бабахнула 13,8 миллиардов лет назад. За эти 13,8 миллиардов гиперболические лучи в пространстве времени стали практически параллельными и чтобы их сфокусировать, по нашим представлениям нужно создать процесс, который будет заключаться в создании эстерически-симметричной области, расширяющимся по определенному закону, так, чтобы в пространстве времени диаграмма этого расширения выглядела как гиперболическая сфера, в крайней мере передняя граница и задняя граница этой области. Чтобы получилась такая диаграмма, нужно, чтобы этот процесс выглядел так. Взрывается что-то и потом вместе с разлетом продуктов сгорания, такого точечного слоя, начинают внутри этого облака происходить некие реакции, то есть происходят квантовые, или не квантовые, но какие-то энергетические процессы локализованные, которые распространяются как сферический слой шаровой. Вот так вот это должно выглядеть. И вот если скорость расширения этого сферического слоя будет подобрана так, что в пространстве времени это возникла область, ограниченная двумя гиперболоидами, тогда у вас есть все основания говорить о том, что этот процесс сформировал собой вполне конкретную гиперболическую линзу. Будет она собирающей или рассеивающей, это уже другой вопрос. Но так, что именно на этом пути мы можем замахнуться на вопрос работоспособности или нет такого процесса. И если все правильно, то спустя фокусный интервал, кстати, формулы для фокусного интервала получены так же, как и формулы для гиперболического закона преломления, мы увидим образ того исходного взрыва, который будет уже микровзрыв. И дальше только остается варьировать процессами, беря линзы разных диаметров с разными коэффициентами преломления, варьировать этим фокусным расстоянием и показывать, что это фокусное расстояние действительно подчиняется тем закономерностям, которые нами получены и которые представлены в виде конкретного уравнения. По моим интуитивным ожиданиям для получения работоспособной фокусирующей, а не рассеивающей гиперболической линзы, все нужно запустить с точностью взор наоборот. Теперь представим, что это взрыв большой, тогда мы должны создать устройство, которое создает обратную волну, не расширяющуюся исторически-симметричную, а сужающуюся к центру. И тогда, если мы в рамках лабораторной установки создадим уже такой процесс исторически-симметричный, дающий в четырех мере область, ограничена двумя гиперболоидами, то по его окончанию, спустя фокусный интервал, мы действительно увидим сфокусированный источник этого гиперболического поля. Есть ли идея, какую установку нужно в железе создать, чтобы эта гиперболическая линза действительно продемонстрировала свою работоспособность? Идеи есть. Самым простым представляется сделать процесс внутри некого замкнутого отмечка, из которого предварительно выкачан воздух, чтобы не мешал, в процессе создания нам этой обратной взрывной волны. В качестве источника тех самых событий, которые будут нам формировать пространственно-временную гиперболическую линзу, проще всего взять обычный сферический катод, синеньким обозначен, ну а в качестве мотивации для того, чтобы электроны бежали от катода к аноду и формировали вот эту сферически-симметричную волну сжатия с протекающим по определенной закономерности событиями квантовых переходов, нужно в центре поместить сферически-симметричный анод. Все это замкнуть на одну мощную батарею, осуществить мощный разряд, такая система называется у современных физиков, сделать вакуумный диод, и электрончики, которые будут имитированы с поверхности катода и полетят в вакууме к аноду. На поверхности анода, не мгновенно на его поверхности, а ведь процесс поглощения свободного электрона и перехода его в связанное состояние внутри металла анода происходит внутри некой толщины слоя. То есть у электрончика есть некая глубина погружения. Часть из них на поверхности превратится в связанное, часть из них может достигнуть достаточно серьезной глубины. И вот этот слой сферически-симметричный, на толщине которого электроны будут переходить из свободного состояния в вакууме в связанное и будут формировать ту массу событий, которая сформирует вот ту самую сферически-симметричную волну. Вот это анод. А это электрончики и каждая точка это тот момент для каждого индивидуального электрона, когда он переходит из свободного состояния и отдаёт или получает к вам энергии. Тогда и получается линза. По крайней мере так именно ожидать. И вот именно желание построить такую линзу я и выкладывал академику Кадышевскому, когда объяснял что же мы хотим. На тот момент я еще не знал следующего интересного обстоятельства. Оказывается, все самое замечательное уже сделано как обычно до нас. А до нас ребята, слава богу, вакуумный диод не такая уж редкая штука у физиков-экспериментаторов. Вот на картинке вакуумная камера катод. Он правда не спирически-симметричный, но силовые линии, которые вот отсюда идут, это специальная диэлектрическая шляпочка и анод тоже не спирически-симметричный, а цилиндрик закругленный по спирической концовке. И силовые линии, по которым будут двигаться электроны во время разряда такого вакуумного диода в зоне примыкающей к полусферическому аноду будут обладать сферической симметрией. И мы утверждаем, что точно так же, как линза, вот возьмите обычную антическую линзу, половину обрежьте, она будет работать фокусирующей, или оставьте у нее только какой-то кусок, даже кривой. Главное, чтобы поверхности были сферически заточены, и тогда она будет фокусировать, только не на полную мощь. Так и здесь, не обладая полной сферической симметрией, все равно эта конструкция должна работать как плохенькая гиперболическая линза. В результате возникает вопрос, а что получится, если провести разряд конденсатора через вот такую систему, и посмотреть, какая картина физических последствий будет после попадания электронов на вот эту поверхность закругленного анода. Да, перед этим пару слов. Авторы первоначально стремились сделать вот эту концовку анода не закругленной, а остроконечной. То есть, справедливо рассуждаю, что чем острее будет кончик анода, тем больше будет напряженность электрического поля на самом конце, и тем мощнее будет эффект. И у них результат такого воздействия был, но всегда был достаточно скромным. Почему? Потому что общая энергия, которая передавалась от конденсатора электроном, который в конце концов разряжались на анод, была порядка 300 джоулей. 300 джоулей это не так уж и много для того, чтобы ожидать неких выдающихся последствий. И каково же их было удивление, что когда они от острия перешли к, казалось, более плавной закругленности, в качестве результата вместо маленькой черненькой точечки на конце анода, вот анод, фотография из торса, этот диаметр всего полмиллиметра, маленькая, то есть это по большому счету проволочка, но все-таки это цилиндрик и это сфера. Вот когда они от острого конца перешли к закругленному, вместо маленькой точечки на конце острия у них получилась розочка, то есть это разорвало этот анод напрочь. При этом наблюдались эффекты аномальные, светимость вспышки повышалась в разы по сравнению с той, которая была в обычных условиях и только энергия световая вспышки пересчитанная на джоули давала результат больше тех самых 300 джоулей, которые вообще были переданы анодам. Но это полбеды. Кинетическая энергия осколков, вот это разорвало саму розочку, большая масса анода превратилась в пыль, которая потом осела в виде капелек на экране. Вот этот большой диаметр это экран. Часть этих капелек попадала на стенки камеры или на катос. Так вот, кинетическая энергия осколков тоже в несколько раз превышала энергию заряженного конденсатора. И, наконец, самое главное, химический состав элементов на элементах этой розочки и на экране отличался от элементного состава анода первоначального, в качестве которого использовалась химическая чистая медь, железо, тантал и другие металлы, от меди. Вот меди тут 54%, а появляется 2,7 кальция, углерода 11, кислорода 11 и так далее. Это характерно для любой точки этого продукта процесса. Спрашивается, откуда взялись новые химические вещества, новые атомы, если в исходном составе материала анода или катода этого не было, газовая атмосфера, из которой могли бы сконденсироваться эти новые химические элементы, практически отсутствовало там, вакуум, и по массе вот эти вот новые элементы составляли следы в виде отдельных атомов, это до 25% массы анода. И хотя эта проволочка микроскопическая, но 25%, извините, это крайне много. И самое главное, если просчитать ту энергию, которая требуется для того, чтобы медь превратилась хотя бы на 20% в эти новые атомы и молекулы, она должна в 100 тысяч раз превышать энергию электрического разряда. Это не разы, это не исчезающая величина. 100 тысяч раз это колоссально много. Естественно, понимание, что закон сохранения энергии никто не отменял, и такого чуда быть не может только потому, что его быть не может никогда, приводит к тому, что авторам этого эксперимента не верит никто. Я бы и сам не поверил полгода назад, потому что я также верю в закон сохранения, знаю его фундаментальность и незыблемость его выполнения. Но теперь я знаю и закон сохранения гиперболической энергии. А система, которую мы с вами наблюдаем, мы к ней пришли не исходя из наших обычных представлений о пространстве времени, а исходя из представления, что время может быть неоднородным. Фокусировка гиперболического поля это как раз создание условий для очень сильных неоднородностей поля времени, а когда время неоднородно, закон сохранения энергии можете забыть, он также неприменим, как закон сохранения энергии Ньютона, неприменим и для реликвидических систем. Вы должны применять новую систему сохранения, так и здесь. Здесь работают законы сохранения, только не старые, а новые. И нужно смотреть баланс на энергию времени, на энергию гиперболическую, на то энергию. Ну и завершающая часть, еще два слова. Эти опыты проведены во множестве, несколько тысяч экспериментов проведены, результаты последствий этих экспериментов представлялись для анализов всевозможных лабораторий, в том числе и нашему ядерному институту в Дубне мнения всех ядерщиков, которые проводили анализ этих продуктов эксперимента, однозначно, что у авторов действительно есть вся палитра этих новых атомов. Конечно же, отношение, мягко говоря, скептическое к этому, кто объясняет это достаточно большим процентом остаточного газа в камере, а этому все является продукторами конденсации этих остатков в газовой атмосфере. Кто-то обвиняет авторов в шарлатанстве, кто-то в неправильном учрете баланса энергии, в любом случае все относятся скептически, ну, кроме как обычно самих авторов. Но что самое замечательное, у них получилось то, что хотели делать мы. Они сделали за нас ту работу, которую мы только хотели осуществить. И сейчас мы находимся на этапе, когда хотим не знаю, как он останавливается. Лен, я перезвоню попозже, попозже перезвоню. Первоначально мы хотели построить свою работу на создание вот этого вакуумного диода в рамках лаборатории института, где работает Виктор. Для этого оплатили договор, получили право на создание лаборатории и начали даже закупать некоторые оборудования для формирования материальных баз. Сейчас мы начали склоняться к существенно иному пути. Мы нашли партнеров, у которых эти элементы вакуумных диодов уже есть в наличии, и они идут навстречу, готовы нам предоставить возможность проведения первых экспериментов на их базе. Надеюсь, что это не будет чрезмерно дорого для нас, потому что объемы нашего финансирования микроскопические, и если заявлены будут суммы, превышающие наши возможности, как бы не хотелось, нам придется отказаться и снова вернуться к необходимости создания своей лаборатории. Но это будет намного дороже, дольше, а тут мы могли бы получить результат в ближайший месяц. И если как минимум будут повторены результаты, которые были получены у группы авторов того предыдущего эксперимента, это уже будет замечательно, но мы хотим большего. Если мы правы, и у авторов случайно, те, которые провели эксперименты, неожиданно для них получилась гиперболическая инза, они о ней ни слова не говорят, они не знают ни терминов таких, ни теории, у них свои представления, они хотели просто холодный ядерный синтез осуществить и интерпретировать это так. Но если у них получилась именно гиперболическая линза, то это можно проверить. Мы знаем закон гиперболического проломления и закон управляющий фокусным интервалом. То есть мы можем так модифицировать условия эксперимента, чтобы фокусный интервал был достаточно большим, и чтобы точка фокусировки гиперболического яркого пятнышка была не внутри, а нота, сейчас эксперимента, а на стенках камеры или на стенках экрана, или вообще за пределами камеры, а может быть и за пределами лаборатории. Причем по нашему желанию. Мы можем надеяться научиться управлять точкой фокуса. и это будет выглядеть так. колдуете и проводите электрический разряд здесь, в этом черном ящике, а яркая вспышка, являющаяся гиперболическим образом большого взрыва или некого взрыва сверхного зависимости на то, куда вы направите гиперболическое овоство своего устройства, будет создаваться где-то по воде. Это будет выглядеть так, что вы можете сжечь любой объект в рамках лаборатории или за ее пределами. звучит фантастически, но не более фантастически, как наша возможность управлять местоположением солнечного пятна, меняя линзы с их радиусами тревизны и меняя стекло. Когда-то будем брать одну плотность, когда-то другую, и послушно будет меняться фокусное расстояние. Здесь точно так же. И, наконец, гиперболоид, да. Только там подразумевался луч, а в данном случае гиперболический луч, он выглядит как саблить одно, саблить и другое. Между ними нет лучевой связи, есть гиперболическая пространственная пространственная временная. Так вот, если все это действительно удастся показать и удастся доказать прежде всего самим себе, что мы имеем дело с фактом именно гиперболической фокусировки и умеем этим делом управлять, то на повестке дня сразу же становятся возможности прикладного использования этого знания и этих устройств. Первым из которых я хочу назвать и самым интересным, как мне кажется, для меня и для народного хозяйства была бы перспектива новых средств связи. Если какая связь между детектором и передатчиком будет действительно осуществлена, она уже будет осуществлена непосредством электромагнитного или гравитационного поля или каких-то там сильных или слабых взаимодействий. Она будет осуществлена посредством гиперболического поля, то есть посредством поля времени. Возмущение локальное времени здесь и сейчас влияет на возмущение поля времени там и тогда. И если между одним и другим есть закономерность, то информацию, испущенную здесь, мы можем принять так. Это безопасно? Связь безопасна. В этом случае, учитывая, что у нас ведь теперь локальность подразумевается не в эвклидовом смысле, а в псевдоэвклидовом, световой конус не ограничен. И, соответственно, интервал между моментом передачи и моментом приема может быть нулевым. Это же пространственно-временной интервал, это не расстояние. То есть между галактикой А и галактикой Б, в пространственном смысле, несколько миллионов световых лет, а в определенном пространственно-временном разрезе, то есть на световом конусе, или на изотропном конусе, если изотропный отличается от светового нулю, соответственно, даже слабое воздействие здесь, на передачи, откликнется достаточно приличным откликом там. Поэтому мы можем, надеяться, построить приемники-передатчики, позволяющие осуществлять связь посредством гиперболического поля между космологически удаленными объектами. И то, что в принципе невозможно для связи даже между звездными системами, разделенными в сотни световых лет, невозможно при электромагнитном принципе, при гиперболическом становится вполне принципиально осуществимым. И, наконец, время передачи информации. Мы знаем, что при помощи света, даже если можно послать сигнал без ослабления, принять его здесь, время, которое проходит по ссылке до приема, исчисляется сотнями тысяч или миллионов лет. Но это при скорости света. Гиперболическое поле не силовое. Гиперболическое поле не связано с переносчиками в виде частиц. Это только для частиц с массами, отличными от нулевой или нулевой, взаимодействия и передачи ограниченной скоростью света. Для гиперболического взаимодействия такого ограничения, по крайней мере, на фундаментальном уровне запретов специальной относительности не существует. И есть косвенные признаки, которые говорят за то, что действительно такое взаимодействие есть, и оно действительно распространяется на много порядков быстрее скорости света. Поэтому у такой связи будет не только возможность без ослабления передаваться на большие расстояния, но и со сверхсветовой скоростью. Возможно, что задержки будут совершенно символические. Они тоже будут, потому что наша диаметрия синцерва тоже обладает изотропным конусом, и это говорит о том, что должно быть предельная скорость распространения. Но я надеюсь, что она намного порядков больше скорости света, и тогда такая дальняя космическая связь, основанная на гиперболических принципах действия, просто не будет иметь альтернативы среди известных приемников и передатчиков. И, соответственно, корпорация, которая займется выпуском подобных приемников и передатчиков, станет намного более мощной, нежели General Electric или какие-то там корпорации, работающие над средствами дальней космической связи с электромагнитными принципами. Вот та отдача, которую могут получить те инвесторы, которые входят на первых стадиях разработки этих гиперболических явлений. Второе применение принципов гиперболического взаимодействия можно увидеть в создании принципиально новых устройств для получения обычной, не гиперболической энергии. У нас есть мощный источник, мы предположим, что это будет большой взрыв, даже если его и не было, то уж изрывы сверхновых точно реальность нашего времени, и пускай не менее мощный, чем большой взрыв, они могут использоваться как источники гиперболических лучей. Тогда, если мы умеем создавать компактные и дешевые гиперболические линзы, то в нужный момент вы ее инициируете и получаете образ вот этого далекого мощного источника, которое испустило гиперболическое поле. Это локализуется все на световом бонусе. Вам остается только придумать способ, как перейти от гиперболической энергии, локализовавшейся здесь среди образа вот этого мощного источника, к обычной энергии, механической, электрической, ядерной или еще какой-то. Уверен, что это все произойдет почти что автоматически, при условии, что вы умеете делать вот эти вот линзы. И в этом случае вам не нужно с собой таскать источники энергии. Время, являющееся последствием всех гиперболических источников в прошлом, есть везде. Оно проходит через всех нас и остается только научиться его фокусировать в нужном месте, в нужное время. Акции нефтяной компании резко упадут, а нефть подешевеет. Вчера нам взросло справление с ними в плане улавливания, пассировки и где нужно детектирование возможно. Мы можем замахнуться на создание нового поколения астрофизических приборов. Мы с вами все сейчас работаем с последователями тем, что изобрел Галилей. Первая труба была создана 300 лет назад. Два стекла в трубочку и получилось изображение, которое он направил на Юпитер, по-моему, или на Сатурн. Ну и задокументировал, что наблюдал то ли пользу Сатурна, то ли спутники Юпитера. Не помню, это не важно. Главное, что все наши современные Хабблы и другие телескопы недалеко ушли от того первого Галилеевского телескопа. Все они работают на электромагнитных принципах. И рентгеновские телескопы, и гамма-телескопы, и радиотелескопы, вот эти огромные антенны стационарные. Все это электромагнитные волны. А можно создать принципиально новые астрономические устройства, гиперболические телескопы. Мы можем рассматривать нашу Вселенную не только в пространстве, вернее вдоль светового конуса, как это делают обычные оптические телескопы, а заглянув внутрь этого светового конуса. То есть можем рассматривать яркие космологические события. И вместо карт трехмерных, которые на самом деле являются чем иным, как разверткой вот этого светового конуса, мы разворачиваем на плоскость фотографии, и вот все эти картинки, которые видим о всех войдах, о всех красотах, которые часто публикуют в пространстве, и удаленных на какой-то временной интервал за счет конечности, скорости света, мы научимся строить четырехмерные карты прошлого. То есть мы сможем взглянуть не только при помощи света, мы сможем взглянуть при помощи времени. И можем получить информацию о тех событиях, которые не лежат на световом конусе. В частности, взрывы, например, той же туманности крабовидной в центре. Вы знаете, что она громыхала где-то 10 тысяч лет назад, свет ее прошел через Землю тысячу лет назад, а мы уже опоздали, мы сейчас видим только последствия. Вот если возможно создание гиперболических телескопов, мы сможем увидеть взрыв крабовидной туманности в самой-самой ее зачатке, потому что мы можем посмотреть внутрь конуса прошлого. Ну и другие мощные события, как то рождение нашей галактики, или взрывы сверхновых, очень старых-старых-старых, и, возможно, вплоть до самого Большого взрыва, который мы сможем посмотреть, что называется, почти что воочию. Ну и вообще просто задача построения четырехмерной карты Вселенной намного более фундаментально интересна, чем нынешняя задача построения трехмерных космологических карт. А выглядеть так должны вот эти события, световой конус, линза, и вот она фокусирует эти события в виде их образов. А взятие Трои, например? Вряд ли, источник слишком маленький. Вот взрывы, например, ядерные, взрыв на Новой Земле или Хиросиму и так далее, думаю, или землетрясения очень мощные, там энергетики достаточно, чтобы их посмотреть здесь сейчас. Можно посмотреть Тунгусский метеорит. Вот было бы забавно, конечно, получить оптическую картину Тунгусского метеорита, находясь здесь сейчас. И тогда, может быть, разгадка, что же там случилось, станет вполне очевидным. То есть, несмотря на то, что мы не можем посмотреть слабые по энергетике события, в окружающем нас прошлом, и высокоэнергетических событий достаточно, чтобы они стали предметом наиболее первого исследования. А потом, конечно, мощность таких телескопов будет расти, и постепенно можно будет от больших к маленьких летать. Но я сомневаюсь, что такие слабые, которые сопровождают обычную нашу жизнь, будут когда-нибудь доступны. Так что подглядывание за историческими событиями в прошлом вряд ли станет возможным, но и это хорошо. А то, кстати, жить будет неинтересно. Четвертое применение. Если есть мощный источник, если вы можете у себя в лаборатории создать гиперболическую линзу, и если вы можете управлять фокусным интервалом, который пространственно-временной, то есть вы можете точку фокуса задать, где хотите, в пространстве и во времени. И если вы в состоянии создать длинно-фокусную линзу, то есть чтобы интервал пространственно-временной был достаточно большой, сфокусироваться вот это вот энергетическое событие может и под землей, и под океаном, и на поверхности, и в космосе. Это уже небезопасно. Мои не секреты, не разглашение. Ну, это я фантазирую. Да, и для такой конструкции не нужно ни носителей, которые стоят денег и уязвимы в полете, ни энергии, никаких опасных веществ. И заэкранироваться от этого можно, но сложно. Те страны, которые первыми начнут работать в этом направлении, по отношению к другим, получат неоспоримое преимущество, и обидно, что России, как обычно, будет в хвосте, при том, что могли бы быть в начале. Особенно в плане... Ведь на любое оружие создается контр-оружие, и заниматься им нужно тоже сейчас. И я, например, представляю, как можно от этого защищаться. Для этого нужно не 5 миллионов рублей, которые у нас, в принципе, собраны, а 5 миллиардов долларов. Ну, где их взять? Уверен, что они возьмутся. Но только тогда, когда враг, как говорится, будет на пороге Москвы или на пороге Урала. А только тогда, как говорится, может быть, и будут заинтересованные лица, которые согласятся исследовать подобного рода законодательства. Сосредотачиваете на области, где у вас есть повышенная вредная для вас радиация, ну, неважно, там, чернобыльская зона или некий элемент с плутонием каким-то, то за счет того, что в точке фокуса, в этой пространственной временной области создаются условия для повышенных, ускоренных ядерных превращений, вы можете дезактивировать в считанные, там, не знаю, минуты, секунды или года эту область, или же превратить опасную с точки зрения поражения боеголовку в безвредный кусок совершенно нейтрального материала. Причем сделать это можно независимо от того, какие меры предосторожности предпринимаются, потому что сфокусировать эту точку вы можете в любой шахте, на любом подвижном или неподвижном объекте. Даже на подлете боеголовки вы можете уничтожить ее материал не в виде взрыва, а просто превращение плутония в что-нибудь безобидное. Свинец. Следующий элемент. Пирамида изображена чисто так, ради хулиганства, а так, чем черт не шутят. Ведь в гиперболической точке гиперболического фокуса мы создаем область с повышенной напряженностью гиперболического поля. Напряженность гиперболического поля обязана, мы, по крайней мере, это трактуем, к этому есть веские основания, как скорость течения времени в этой области. Относительно скорость течения времени. Она может либо повышаться в миллионы раз по сравнению с фоновой, либо сильно уменьшаться по сравнению с фоновой, в зависимости от того, ли у вас фонусирующая или рассеивающая. Что это означает для практического применения? Если бы эту область сделали достаточно большой, для того, чтобы поместить в нее на время ее существования и пространственное приочертание некий объект, свойствами которого вы хотите поманипулировать в сторону либо замедления, либо ускорения времени, пожалуйста, у вас для этого появляются все шансы. Вы можете поместить тяжелобольного человека и замедлить время у него, с тем, чтобы он успел за свои оставшиеся биологические минуты дожить до той медицины, которая может его спасти. Или можете, наоборот, направить на человека, который хочет за один час прожить свою свою жизнь и изобрести для человечества то, что он хочет изобрести по часам других за один час. Очень такое заманчивое применение. Почему бы такие капсулы для ускоренного или замедленного ускорения процессов не станут предметом промышленного выпуска? И последнее мое предложение из сотен других, которые могут здесь появиться, потому что всего не оплатишь, но у меня не было цели все перебрать, просто первую попавшую я себе брал, но из не более красивых. Это то, что называется зондирование внутренностей прежде всего Земли, а также других небесных тел. К сожалению, мы внутренности того, на чем живем, на поверхности, знаем очень и очень плохо. Самые сверхглубокие скважины это от силы 10 с небольшим километров, при этом локальность очень маленькая, а те методы зондирования, которые нам известны с георазведки, но они допотопные по сравнению с тем, что может возникнуть на эксплуатации тех же гиперболических полей. Всякие взрывы, улавливание эха от этих взрывов или георадара и так далее, и так далее. Это огромное искажение, очень неоднозначные интерпретации и вообще видно все как в тумане. Если нам удастся работать с гиперболическим полем, я думаю, что внутренности планеты станут такими же прозрачными, как вот разглядывать стеклянный шар с пузыриками. И, соответственно, много всяких полезных прозрачных, начиная от той же немцы, которая в этом случае, конечно, станет бесполезной, но наверняка могут быть интересны нам процессы зарождения землетрясений. Какие-то другие процессы, которые сейчас нам невидимы, станут практически очевидными, если мы начнем работать с гиперболическими полями вот в таком вот утилитарном направлении. Непонятно, а гиперболические лучи, по крайней мере, теоретически позволяют надеяться на такую воду. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...